Всех чиновников хотят пересадить на отечественные автомобили. Справится ли с новой задачей российский автопром? Чем будет полезен закон, который обяжет магазины указывать цены за килограмм или литр? С чем связан рекордный спрос на наличные этим летом? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Завод «Аурус» в Татарстане готов обеспечить растущие потребности государства в отечественных представительских автомобилях. Предприятие намерено масштабировать производство. Отметим, что «Аурус» является технологическим флагманом российского автопрома и единственным производителем, который имеет опыт серийного выпуска автомобилей класса «Люкс». Напомним, что на днях президент страны призвал всех чиновников пересесть на отечественные автомобили. По мнению главы государства, госзакупок иностранных машин быть не должно. И необходимо стремиться развивать отечественные бренды «Москвич», «Лада», «Аурус». Минпромторг России пообещал, что российские автоконцерны в состоянии обеспечить машинами всех госслужащих страны. Представители предприятия «АвтоВАЗ» и «Москвич» также заверили, что готовы это сделать. Отметим, что перевод чиновников на отечественные машины будет не сразу, а по мере выхода из строя имеющихся автомобилей бюджетных учреждений. Логика идеи понятна. Российские автозаводы нужно обеспечивать постоянным спросом, потому что это рабочие места. А справится ли с этой задачей российский автопром пересадить всех чиновников на отечественные автомобили, ну или автомобили под отечественными брендами? Думаю, что автопром справится. Здесь скорее более реалистичный риск – это административный ресурс. Захочет ли само чиновничество пересаживаться на российские автомобили? Или же найдутся какие-то причины, которые отодвинут этот процесс? Таким образом, российские машины технически произвести и поставить, конечно же, можно. А будет ли это на практике – покажет время. Федеральные власти хотят обязать магазины указывать ценное за килограмм и литр. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрят предстоящей осенью. Если документ будет принят, то гражданам будет проще выбирать тот или иной товар, исходя из соображения цены и качества. Сегодня в татарстанских магазинах можно увидеть, что цена за товар вроде как со временем не меняется, А вот количество продукции сокращается. Например, вместо 10 яиц в упаковке продается 9, вместо 1 литра – 900 или 800 мл. То есть в реальности продукция дорожает, однако на первый взгляд это не очевидно. Приведем еще один пример. На прилавках республики можно встретить два пакета с молоком с одинаковой стоимостью. Но в одном ровно литр, а в другом – 950 мл. Получается, что вторая марка дороже. Но опять-таки сразу это непонятно. Если же цена будет указана за литр в обоих случаях, то выбрать товар будет гораздо проще. Более 36 тысяч татарстанских семей улучшили свои жилищные условия. Это данные Росреестра за первое полугодие. Как правило, недвижимость приобреталась в Казани, набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском, Пестричинском, Зеленодольском и Лаишевском районах республики. В Татарстане продолжается активное строительство новых домов. За полгода в регионе на государственный кадастровый учет Росреестром Татарстана уже поставлено 83 многоквартирных и 6307 индивидуальных жилых домов. Государственный кадастровый учет в отношении таких объектов осуществляется в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий наших граждан. Также в максимально короткие сроки ставятся и другие объекты недвижимости – жилые и садовые дома, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки. Если документы поданы в электронном виде, то срок постановки на кадастровый учет составляет 3 рабочих дня. Если документы поданы через МФЦ, то не более 5 рабочих дней. Спрос «Россия» на наличные этим летом оказался нетипично высоким. По данным ЦБ, в июле на руки населения поступило почти 390 миллиардов рублей. Эксперты связывают такой рост с отпускным сезоном в новой реальности. Ведь в условиях санкций есть сложности с денежными переводами и обслуживанием карт за рубежом. Поэтому многим туристам для поездок нужны именно наличные. Кроме того, ранее ЦБ объяснил повышенный спрос на наличные деньги потребностью у них со стороны новых регионов. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин